всем привет сегодня у меня видео о готовой работе это павлины от фирмы mp studio первый раз я вышивала работу от mp studio вышивала до этого на пластиковый конве жар птица жар птицы это та же самая mp studio но вот работы бисером я еще ни разу не вышивала интересно было попробовать что здесь за бисер что за основа как мы видим у нас на обложке заявлено чешский бисер гамма до сегодняшнего дня я вышивала а чешским бисером пресиоза а здесь указано гамма я не знаю может быть гамма закупает бисер пресиоза и расфасовывают так писали мне некоторые девочки но в магазине мне говорили что это другой бисер на самом деле я так разницу и не поняла в принципе бисер ровный но все-таки мне кажется это не пресиоза он достаточно ровный но не идеально не знаю но все-таки работа посмотрите получилось очень даже хорошая готовый результат мне понравился здесь неполная зашивка а то есть вот мы видим участки вот здесь вышивается цветок здесь листочки фон напечатан так же как и схема была напечатана на основе по этому набору у меня есть подробное видео как я вышиваю бисером давно просили девчонок снять такое видео как закрепляю ниточки ну в общем все что весь опыт который я наработала за несколько лет вышивки более чем пять лет я вышиваю ну в общем я поделилась показала как вышиваю я но и вот в итоге что у меня получилось изнанку можете посмотреть вот такая вот у меня изнанка хотя я делаю небольшие узелочки как делать эти микро узелочки как я их делаю также в предыдущем видео есть ничего ужасного и страшного на изнанке не происходит но я не закрепляю ниточки выводя их на лицевую сторону все закрепляю на изнанке не всегда петлей при вышивке бисером я не люблю закреплять ниточки петелькой почему тоже в предыдущем видео подробно рассказываю как вы уже заметили основа темпы студии проклеена флизелином клеевым основа мне очень понравилась она не хлопковая это синтетика но чем мне понравилась эта основа она абсолютно не мнется то есть вот когда ее постоянно в руках сминаешь я не вышиваю на пяльцах не вышиваю на рамах я просто скручиваю работу вот так скручиваю держу ее в руках как мне удобно и работа абсолютно не помялась чуть-чуть я ее подгладила потому что кое-где вот когда расстояние у нас есть между бисером иногда бывает чуть-чуть работа выглядит стянуты но здесь у меня не критично в принципе у меня нет таких мест которые сильно стянуты конечно когда пять лет назад вышивала особенно на тонких основах там все было очень сильно стянуто но потом багетной мастерской мне это исправляли натягивали ну а сейчас практически у меня нет стянутых мест все вот так вот лежит ровненько давайте посмотрим поближе с вами вот здесь сама птичка не вышивается только наверху вышивается хохолок и вот здесь вот уже дальше идут крылья и хвост очень красивый красочный хвост такая получилась красота вышивала все одной ниточкой одним цветом вот такая нитка от волшебной страны она такая полупрозрачная как я уже рассказывал в предыдущем видео мононить и я не люблю вышивать большие картины вообще вышиваю обычной швейной ниткой вот сюда ушла почти вся катушка в принципе обычная швейная нитка тоже прекрасно подходит для таких работ но этой ниточкой в принципе мне вышивать тоже понравилось правда я куп покупала всего две катушечки вот здесь у меня органайзеры органайзеры я вот так ставила на липкий коврик вот такие вот коробочки они приклеиваются и никуда не деваются я их оставляла вот этот коврик очень крепкий продают его в автомобильных магазинах очень очень крепкий коврик и вот так вот сюда насыпала бисер потом этот бисер вот сюда по цветам раскладывала и отсюда его брала и также можно было на ночь здесь на столе оставить хотя здесь кошечка иногда спит это рабочий такой у меня стол не обеденный кошечки здесь разрешается спать бисера осталось достаточно много вот здесь в коробочках и даже еще вот здесь в пакетиках в принципе бисер с хорошим запасом брака было немного всего несколько штучек вот поэтому всего хватило спасибо mp-study не жадничает вот не было даже такого что я переживала что вот вот какой-то цвет закончится ну и так коробочки пронумеровала чтобы не перепутать вот здесь вот у нас тоже нумерация идет 1 2 3 4 и также я пронумеровала коробочки все работы бисерные я оформляю а некоторые оформляю в музейное стекло но эту работу оформлю в обычное стекло у меня много картин очередной мытью вышиты оформлены в обычное стекло и в принципе нет ничего страшного но абсолютно все картины оформлять музейный это в принципе дороговато постараюсь оформить эту работу и в этом же видео показать что у меня в итоге получилось в общем если вам интересно как я вышиваю подробности подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки и смотрите предыдущее видео где я показываю а как вышивать бисером полу крестом крестом шов назад иголка а также в круговой технике все такие видео у меня на канале есть на вышивку этой работы у меня ушла ровно неделя но помимо этой работы ничего другого я не вышивала девочки меня спрашивали сколько времени уходит на одну работу посчитать сложно когда у тебя несколько процессов и поэтому я взяла один процесс чтобы время засечь и точно сказать но нужно учесть что на этой неделе работала я мало и больше было времени на вышивку не всегда я так много вышиваю ну вот как раз таки неделе выдалась такая плодотворно я занималась своим любимым хобби еще что мне хочется отдельно отметить это игла в наборах мп-студии шикарная игла я всегда пользуюсь нить и вдевателем но а вот это иглой я вышивала без нити вдевателя здесь вот такое большое ушко причем а все бисеринки через эту иглу пролазили прекрасно игла и не тонкая и не длинная в самый раз и совершенно даже не погнулась я не знаю какой фирмы там иглы но иглы замечательные я бы отдельного такие иглы еще приобрела бы ну вот я и оформила павлинов быстро вышла быстро оформила у нас багетной мастерской есть такая услуга срочное оформление доплачиваешь 100 рублей и в течение часа оформляют работу я занесла в багетную мастерскую павлинов потом пока по своим делам по работе бегала через час шла назад и картину забрала вот так она у меня быстро оформилась обошлось мне оформление 1350 ну то есть 1250 стоила рама со стеклом и 100 рублей срочное оформление я уже заранее представляла как я буду эту работу оформлять давно уже я оформляю в этой же багетной мастерской а я уже ассортимент знаю и дома примерно я так уже представляла что там есть и что могло бы сюда подойти вот именно такую раму я и хотела это такое потертая эффект потертого дерева и состаренное позолота ну то есть такая она немножечко пошарпанная и в серединке получилось как бы белое паспарту на самом деле это не паспарту это такая рама двойная рама кстати очень нравится не такие рамы я несколько уже работ бисерных оформляла именно в такую раму музейное стекло не стала ставить в целях экономии в некоторых работах я заказываю музейное стекло в некоторых обычное стекло в общем размер работы готовые 40 на 25 сантиметров я не скажу что прям очень маленькая работа хотя смотря с чем сравнивать если сравнивать с многоцветками то конечно же картина маленькая еще и не полная зашивка но ушло у меня на эту картину по времени ушла целая неделя причем вышивала я не по одному часу дольше я вышивала в день ну в общем такой спонтанный у меня получился процесс прям быстро я его купила сразу взяла и не отвлекаясь на другие процессы вышила иногда у меня такое бывает хочется прям взять и завершить какой-то процесс а иногда хочется понемножечку вышивать все свои процессы а по этому видео у меня будут чередоваться сниму вышивальную неделю где я вышиваю несколько процессов ну и также по отдельным работам которые быстро вышиваются будут вот такие отдельные видео то есть от начала до конца до в одном видео вы могли видеть и начало процесса и тут же завершение ну только-только я выложила начало процесса до в предыдущем видео и уже завершение кому интересны будут подробности по этому процессу то в предыдущем видео можете посмотреть как я организовываю свои бисерные процессы как закрепляю ниточки ну в общем все подробности на есть на канале если вам нравятся мои видео не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал с вами была инесса всем желаю удачи пока пока удачи Субтитры сделал DimaTorzok